было бы естественно и банально если бы в этой книге я был бы только персонажа но друг мой это не так я такой же реальный как твоя правая или левые руки как морозное утро первого января когда тебе не нужно идти на работу или учебу как дым вдыхаемый твоим другом после очередной папирос именно поэтому я хочу рассказать все то что со мной произошло до и после смерти насколько мне позволит моя память конечно же ты конечно спросишь но как что-то может происходить после смерти если люди покинувшие нас пропадают в раю либо в аду ну или просто становится прах в урне все верно но такая смерть только для простых людей но никак не для меня поэтому сначала я тебе расскажу как жил а потом как умер об этом и будет моя книга приятного чтения глава 1 не ищи ничего хорошего там где она умерла часть 1 новые друзья здравствуй дорогой друг или подруга меня зовут николай сковинский думаю как ты уже успел понять исходя из моей фамилии я поляк однако родился я не в польше а в нидерландах но я считаю себя коренным американцем детство у меня было не веселым однако оно было интересным два года после начала войны а родители перевезли меня в штаты подальше от войны и поближе к светлой американской мечте переехали мы в прекрасный город н я не буду тебе полностью говорить о себе иначе раскрою очень большие секреты не только о моей жизни но и о жизни других людей которым бы я не хотел причинять неудобства этот прекрасный город заставлял меня влюбляться в него каждый день высотки в которых происходили бизнес-встречи протыкали серое небо сменялись маленькими улочками в которых творились разные грязные делишки этот город город контрастов где рядом с богачами можно было бы совершенно спокойно видеть бомжей просить их мелочь на горючку этот город город как возможностей так и несчастье самое важное в нем это люди они могли позволить себе все что угодно важно было к чему могли привести их действия поначалу моему отцу было достаточно трудно найти работу он перебивался от работы к работе каждый день он приходил домой в нашу скромную а точнее нищенскую квартирку маленькой италии и каждый день я помню наши с ним разговоры как он доставал папиросу закурил так что будто вся комната наполнялась едким табачным дымом и обещал мне сынок ты не переживай скоро я найду такую работу что у нас будет хватать денег не только на молоко и на макароны но даже на новенький форт такие моменты мои глаза слезились не только от табачного дыма но и от мечты ярко выжигающий на моем жизненном пути млечную тропинку едва ступишь на нее и она растворяется под твоими ногами и ты попадешь в пропасть забвения все это я слушал месяцами каждый раз изо дня в день думая о том как хорошо мы скором времени заживем и каждый день я ждал что все наладится но чудо пришлось ждать недолго прошло 15 лет после нашего переезда и все чего мы хотели страстно желали накрывалось медным тазом со временем я понял что ждать чуда уже бесполезно и что все идет как нельзя худо идя по кривой дорожке мой отец стал выпивать со своими дружками с работы не от праздного настроения от грусти что ничего в жизни правильным образом не выходит с каждым днем из веселого мужчины средних лет с приятной внешностью среднем телосложении и пепельными волосами он превращался в существо с большим пивным животом в грязных потрепанных вещах и грубым нравом нет вы не подумайте моя мама не оставляла отца на произвол судьбы это прекрасная женщина с каштанными волосами стройной фигурой и очень красивым лицом каждый день напоминала моему отцу что мы приехали в эту страну чтобы жить они выживать что у них растет маленький сын ему тоже нужно во что-то одеваться и что то есть однако вместе с характер моего отца поменялось и его отношение к миру в том числе и к моей матери после каждого упрека он оттоварил ее так что она после этого два дня не могла спокойно ходить мама меня уверяла и успокаивал сынок ты не переживай на следующей неделе мы сможем купить тебе новые ботинки и ты будешь не хуже твоих дворовых дружков итальяшек мама не то чтобы хорошо относилась к итальянцам но уж точно не любил их не потому что говорили или вели себя как-то не так а потому что в сорок третьем товарищи муссолини убили ее отца я конечно не понимал что они нам такого сделали но при этом у меня складывал скептическое отношение к ним и как ты уже понял денег становилось все меньше и меньше а проблем все больше и больше после того как начались проблемы с алкоголем мой отец пристрастился к азартным играм он уносил все вещи которые только мог после каждого про верши он напивался по самые уши когда засыпал прямо в баре где он играл это было так горько и гадко смотреть как твой орной отец теряет человеческий образ и превращается в дикое пьяное существо не узнающие не тебя и твою собственную мать его жену и вот очередной раз когда он проиграл и напился и сидел на кресле в нашей квартирке раздался звонок дверь за ней стояло двое дуболомов сбитыми эти мужчины хорошо были одеты и выглядели спортивно только я открыл дверь как меня откинула обратно ко мне подошел отец и они буквально закинули моего отца за порог после того один из них чтобы был повыше сказал следующий раз пусть твой горе папашка даже носа не показывает в моем баре и пока не вернет три тысячи баксов нашему боссу за все его проигрыши лучше ему на улице не появляться босс дает ему еще одну неделю на погашение долга иначе будет хуже после этих слов они ушли отец выпил еще одну бутылку пива а я остался в таком шоке что весь оставшийся день и мог ничего делать часть 2 подайте в долг на утро я решил что во что бы то не стало найду работу и так как я понимал что законными путями я не смогу решить все свою проблему я стал набиваться в банду к знакомым итальяшкам это дело касалось не из легких поскольку итальянцы почти никогда не брали к себе людей не язык этнической группы конечно были редкие исключения как мы ирландский который кстати говоря был евреем однако евреи я не набивался но хотелось бы если бы быть таким исключением то хотя бы похоже на это не шел по улице думаю как же мне добиться если не уважение то доверия для того чтобы заработать деньги и отдать долг и не придумал ничего лучше чем прийти к местному боссу и попросить у него задание за которые я смогу взяться по наводка моих знакомых итальяшек я пришел по адресу подойдя к двери я заметил надпись изготовление шляп на заказ это немного смутило меня так как здание было не сказать что презентабельным если не аварийным постучав три раза по двери как учила меня моя мама я вошел в двери чуть поодали от порога сидел тучный итальянец с гладко выбритым лицом и небольшой залысиной какого черта ты тут забыл спросил итальяшка я ищу босса хочу у вас работать не подскажете где мне его найти спросил я робко глядя на моего собеседника в ожидании что я сейчас получил по самой помидоры но отступать было некуда пшел план щенок думаешь ты так просто можешь валиться к мистеру марконе и попросить у него работы ты хоть знаешь с кем связываешься ты же даже не итальянец и уж точно не ирландский ублюдок да точно ты еврей чертов еврей деке эти ночью хорошим манерам с этими словами он решительно двинулся ко мне вынимая пистолет из-за пояса и вот он уже наставил дуло пахнувшие серый и порохом мне в лоб как вдруг часть 3 мой друг анжела вы когда-нибудь задумывались что можно увидеть во время того когда уходит последние секунды жизни многие говорят что пролетает все как момент этого существования и как хорошие и плохие что даже на это я скажу это бред перед смертью ты как можно лучше продумываешь как же ее избежать как не прекратить свое существование и вот я в очередной момент когда на меня наставили черное дуло кольта 911 не думал о том чтобы я мог сделать в этой жизни или что было бы в ней хорошего я думал только о том как слинять или вырубить этого огромного итальяшку что поставил мою жизнь под угрозу ну что готов попробовать итальянских маслин своей черепушкой спросил меня мой оппонент затвор своей пушкой с такой улыбкой словно лично убивает муссолини который его выгнал с сицилии а ты готов почувствовать это спросил я у него не надеюсь на положительный эффект от своего последующего действия и с криком ударил в переносицу мой оппонент покачался и выдал ах ты щенок да я тебя с этими словами он рухнул на пол без чувств как мешок картошки после этого я стал наедине с бесчувственным телом моего соперника я был в шоке в шоке от того как я невысокий молодой семнадцатилетний парнишка смог уложить одним ударом такой шкаф может быть это от того что я был на грани я читал много газет где написано необыкновенные истории о том как девушка двигала автомобиль чтобы спасти ребенка или как рабочий во время пожара спрыгнул с пятиэтажного здания и остался жив или же все это было божественное проведение кто его знает выйдя из чертогов своего разума я заметил как кто-то смотрел на меня из дальнего угла коридора эй-эй кто там крикнул я еле сдерживаясь в своем голосе если так или иначе если мне повезло в первый раз то во второй раз мне может уже так не повезти а если быть точнее то летально могло повезти бы тише джо льюис иначе ты так себя и поранить сможешь с этими словами человек вышел из тени это был мужчина среднего роста с крупным телосложением и небольшим животик одет он был изысканно но без излишек черный костюм ярко поддерживал его темные волосы а шляпа это миган выдавали в нем серьезного человека который не готов был со мной шутить сноска джозеф льюи баррел более известный как джо льюис 13 мая 1914 года рождения это американский боксер профессионал чемпион мира супер тяжелом весе четыре раза признавался боксером года по версии журнала ринг 1936 38 39 и 41 году теперь когда ты немного подостыл я приглашаю тебя в мой офис пойдем туда и спокойно поговорим сказал он глядя на меня таким взглядом что я сопротивляясь своей воле и чувствую разумного нарушил все законы логики и пошел след за ним только не наступи на моего охранника иначе я пущу в дело моего маленького друга с этими словами он похлопал по цевью томи и мы пошли я аккуратно пошел мимо мирно дремавшего телохранителя и мы поднялись на второй этаж лестница была старая и обшарканная некоторые гвоти на ней уже вышли из досок и не ровен час были бы причиной травм а то и смерти сотрудников этой фирмы поднявшись на второй этаж и зайдя в кабинет я был удивлен верхнее помещение настолько контрастировала с нижним в купе с лестницей и холом второго этажа что казалось что я прошел не в одно и то же здание а пройдя через подвал оказался в роскошной квартире на столе лежали сигары и добротные виски мой новый так сказать знакомый предложил мне сесть и сигару первое предложение конечно принял а второй отверг потому как в то время мне казалось что лучше быть здоровым чем болезненным 17 леткой и так как тебя зовут парень вежливо поинтересовался незнакомец мое имя николас николас ковинский сэр очень приятно меня зовут анжела как я понял ты ищешь работу даже если это не так мне стоит тебя пристрелить все правильно да сэр это так я не знал куда мне двигаться и что делать у меня в голове осталась неделя на то чтобы отдать долг за с этими словами анжела прервал меня взяв в пистолет ты знаешь почему я до сих пор тебя не убил парень задал мне риторический вопрос вертя пистолетом у меня перед носом нет сэр все потому что ты только что пришел ко мне в мой храм вырубил одного из моих лучших бойцов которого не смогли накуртировать лучшие бойцы других районов после я тебя позвал но ты не дрогнул и пошел вместе со своим потенциальным убийцей по узкому коридору либо ты очень глуп либо ты очень смел а теперь ответь мне пожалуйста откуда ты узнал про это место с этими словами он показал дулом пистолета на комнату в которой мы находились понимаете у меня есть знакомые итальянцы которые мне вечно говорили что если я хочу быстро но нелегально заработать то надо двигать маленькую италию и искать в этом районе старую мастерскую по изготовлению шляп я приехал в этот район и стал искать где может быть эта мастерская спрашивал у людей но никто не говорил что это за место и где его найти после очередного отказа помочь мне я решил посмотреть за людьми выбрать наиболее хорошо одетых так как прошу прощения но в маленькой италии не так много людей что могут позволить себе новую машину или хотя бы хороший костюм я надеялся что они если не покажут мне дорогу то до вас хотя бы доведут я все-таки сама смог бы последить за ними так первый мужчина привел меня к своему форду но это меня не устроило и я решил проследить за другим часть 4 все не так уж и плохо бывают дни когда нужно сделать что-то но ты ни в какой не готов этим заниматься и в принципе определенные дела можно и отложить важно какие действия могут тебя настичь после твоего решения либо ничего не будет а значит и продуктивности либо будут проблемы которые будут гораздо больше чем те которые надо было решить изначально печально но это так естественность нарочно или нет не проходит бесследно после вчерашнего паршивейшего вечера я на удивление уснул и довольно быстро никаких страшных снов обанджело и а его приспешники мне не снились что довольно странно так как и мне сна и наяву я помнил что мой долг и долг моего отца не погашены утром проснувшись первым делом я взглянул на часы на них было ровно девять утра так поздно я обычно не вставал и спал чересчур крепко я взглянул на календарь нет не сон все что было вчера было на самом деле ах жалко жалко что нельзя вернуть время вспять но теперь уже ничего не поделаешь во первых мне нужны были деньги для отца во вторых я должен моему новому боссу что странно так это то что я еще даже толком не успел устроиться на работу а уже кому-то должен напоминает жизнь стране которые диктатура но она закрыта занавесом демократии перекусив парочкой сэндвичами я отправился к моему боссу я пошел по улице предвкушение что будет дальше вдруг побегали дети взрослые спешили на работу а я шел на непонятное задание заходя в мастерскую я сразу готовился получить на орехи от того кого вчера я вырубил своим молотком с ним я явно не хотел встречаться да и тем более в такой гадкий день но на мое удивление я увидел не толстого мужика в хорошем костюме а парня лет двадцати пяти в плечах он был чуть больше дверного проема одет был в костюм тройку на голове была шляпа у него были черные волосы карамельная кожа и голубые глаза а тело было как у добротного боксер сочетание было довольно странные необычны первобытная мощь которая исходила от его тела ярко контрастировала с умиротворяющими чертами лица и глазами и что тут забыл чертов еврей задал вопрос собеседник вернув меня из глубины своих глаз какого черта я уже устал от того каждый кому не лень готов меня назвать евреем только потому что я похож на них ведь никто не знает что я еврей но только на одну двадцать четвертую и то это не точно я к мистеру анджела он у себя сдерживая злобу я проговорил сквозь зубы да наверху ты похожи тот боец который вчера вырубил охранника николас вроде да странно джо вроде не был хлюпиком в отличие от тебя но может быть его плохо сросший нос дал осечку надо ладно теперь это уже не его проблема у него уже больше нет проблем с этими словами мой собеседник громко расхохотался и сел на стул позади себя да проходи проходи тебя уже ждут сказал мне как следует от смеявшись теперь не стали ясны две вещи первое анджела не прощает ошибок его милое обхождение и культурность это кривое зеркало для его жесткой натуры и второе я не был сил о чем который был бы способен вырубить противника который втрое сильнее и больше меня просто везение да уж везение зная в какой ситуации если честно хожусь это что-то мало похожее на фортуну пройдя по скрипучим ступенькам старые лестницы дверь кабинета я услышал как анжела переговорил со своими собеседниками они говорили обо мне понятия не понял да и не успел как только я прислонился ухом к двери она распахнулась и я ввалился комнату как мешок с картошкой брошенной на пол а вот и мой новый друг николас мы как раз сейчас поговорим о нашем деле джимми можешь идти когда ты понадобишься я тебя приглашу после этих слов мой новый начальник запер дверь с уходящим коллегой и сел за стол и закурил сигару здравствуйте мистер анджела я готов что нужно сделать кого ограбить обмануть может подставить с рвением и надеждой что никто не будет никого убивать я задал вопрос тихо 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 не торопись сегодня никого не нужно будет убивать или обманывать или подставлять сегодня у меня для тебя особое задание и так как я знаю что ты никуда не денешься от меня поэтому я уже знаю где ты живешь и поручаю тебе следующее задание ты берешь эту коробку с этими словами он показал на сверток размером с добротный кирпич не сешь его в ирландский квартал на уоле стрит 19 и рядом с баром положишь в урну все это ты должен сделать до полудня после этого иди домой если не будет хвоста можешь приходить обратно с этими словами он выпроводил меня за дверь только я вышел за дверь как понял это контрабанда гадкая контрабанда надо было придумать как ее пронести через пол города и не попасться в руки местным жандармам часть 5 отчаянные времена требуют отчаянных мер наверное каждый из нас помнит как приходили далеко за полночь домой и пытались пройти так тихо чтобы родители нас не заметили потому как если проколитесь то думаю ждать чего-то хорошего не стоило конечно спустя несколько дней все забудется и возможно даже не вспомнится и возможно даже не почувствуется но если бы такая логика работала и со всем остальным миром все бы бандиты давно бы гуляли на свободе а тюрьмы были бы пусты так как я сам собирался сделать не совсем законную вещь мне нужно было соблюдать крайнюю осторожность и идти только знакомыми тропами даже если я и знал свой район то ирландский для меня был мало знаком тем не менее там не было ни моей школы ни дома мне попросту незачем было туда ходить но этого момента до этого момента до случая когда придется это сделать проходя свой район я заметил как мне спокойно и хорошо мне я знал каждый уголок каждый потрепанный от времени дом рядом со мной каждый проулок извили на дороге внутри все было спокойно потому что я знал что это мой дом в этот момент в моей голове созрен план мне необходимо взять карту города в ближайшем киоске и предельно внимательно изучить свой маршрут подойдя к киоску я уже начал чувствовать себя под колпаком мне казалось каждый полицейский этого города смотрит на меня более того каждый человек женщина мужчина ребенок и даже кошки мирно гуляющие по улице казались мне мягко говоря подозрительными как будто они ждут моего прокола но как я не старался в конце концов мне пришлось встретиться со жандармами двое маленьких парней патрулировали район в то время когда я забирал карту как только они подошли я начал чувствовать как с одного плеча мне кто-то нашептал сбежать бросив сверток на землю а у второго наоборот забрать карту и спокойно неторопливо уйти голос разума подсказывал что надо выбрать второй вариант но чувство самосохранения требовало побега полицаи конечно не дали мне время выбирать чего ты тут делаешь спросил один из них у меня он был высокого роста довольно крепкого телосложения с крючковатым носом стало ясно что дальше мне пройти не дадут я покупаю газету сэр хочу посмотреть как лучше пройти к центральному вокзалу сэр а зачем тебе смотреть он же в паре кварталов отсюда ты разве не знаешь спросил устатый коллега первого не совсем сэр я знаю в какую сторону но не знаю как как дойти еле мы слышим и дрожью в голосе ответил я недавно приехал спросил первый неделю назад сэр опять этими региранты ладно беги и только посмей в этом городе что-то учудить я об этом узнаю и сделаю все чтобы ты не ходил по святой американской земле да сэр спасибо за помощь с этими словами я взял карту и шел в сторону вокзала не быстро и немедленно стой услышал я спустя пару шагов в этот момент мое сердце становилось я начал чувствовать как огромное чувство страха начинало съедать меня изнутри и уже ничего не могло спасти меня я думал что моя жизнь окончена меня отправят в тюрьму и там мне уж точно не выжить да сэр ответил я с таким трепетом что ответил я с таким трепетом что слуги английского короля бы обзавидовались это вроде твое ты похоже забыл с этими словами подошел усачь ко мне и передал сверток твою мать похоже мне так или иначе не придется пройтись с моими новыми друзьями в ближайший участок спасибо сэр чуть не забыл с этими словами я взял сверток и пошел в сторону вокзала из-за спины я слышал как обо мне говорили что-то вроде страны он какой-то но теперь я уже не стал ждать пока меня скрутят и пошел максимально быстрым шагом но так чтобы не вызвать еще больше подозрений зашел в подворотню и только там перевел дух глава 1 часть 6 фортуна когда мы находимся в критической ситуации наш мозг старается придумать любые выходы из нее насколько бы абсурдными они бы не были каждый раз влипая в неприятности мы стараемся наиболее легко выпутаться из череды неудач и выйти на светлый путь фортуны думаю тебе и так стало понятно что я был на волоске от того чтобы не попасться однако все обошлось но полицейский отпустил меня был я на их месте был бы я на их месте когда бы я был на их месте я бы как минимум задержал бы и отправил бы в участок самого себя в этот момент я почувствовал как будто бы Бог поцеловал меня в лоб чтобы я выиграл лотерею одним словом я чувствовал себя в этом моменте не прислугой а королем но идя по улицам родного города меня не погибало чувство опасности поэтому на каждом шагу я был внимателен и осмотрителен дойдя до нужной улицы я стал искать нужный дом все вокруг было наполнено звуками этот район сильно отличался от маленькой Италии кругом были цветастые вывески все с разными текстами одни кричали о том что у Илона самый свежий хлеб другие о том что у Адриана лучшие виски а третьи вообще о цветах веселые люди свежий хлеб фрукты одежда бижутерия только я один был как серая тихая мышь которая должна была двигаться так тихо и незаметно чтобы кошки из чужого района не смогли бы ее сцепать подойдя к дому 19 который к слову выглядел слишком странно на этой улице на нем не было ни вывески ни цветов рядом он был какой-то обшарпанный как будто бы прошла война хотя тут никогда ее и не было я положил пакет в урну и отправился скорее прочь от этого места спустя метров пятьдесят я осмотрелся вдруг не было ли жандармов подозрительных даже кошка из чужого района которая могла на меня навести панику по пути к конечной точке мирно хвалявший рядом не вызывало подозрения однако все это спокойствие вызвало тревогу как будто это было специально для меня чтобы я почувствовал себя безнаказанным чтобы все что я сделал казалось безвозмездным как следовало ожидать мой поступок имел свои последствия я пошел скорым шагом парочку улиц конечной точке моего задания завернул за переволок я услышал часть 7 а что же дальше каждый раз когда мы пытаемся сделать что-то неправильное с нашей точки зрения следует узнавать какие будут последствия после того как мы совершим то что задумали только умные преступники которые знают пути отхода опасности которые могут их подстерегать не попадаются в когти закон ну или попадаются но гораздо позже как ты думаешь следовало ли мне спросить своего босса о том что лежало в этом проклятом сверстке следовало ли открыть по пути его к дому где я должен был его оставить конечно же да но когда ты смотришь на человека который хладнокровно убил своего охранника и махал пушкой у тебя перед носом приговаривая что он найдет тебя и твою семью в случае трусости или провала у тебя нет таких мыслей у тебя есть только одна быстрее быстрее сделай то что должен иначе он тебя накормит свинцовым сэндвичем вот и я не стал задавать лишних вопросов я прекрасно понимал что если я не сделаю все что от меня потребуется то так или иначе меня заменят понимая то что я натворил я бегом поомчался прочь от злосчастного места меня уже не пугали ни люди ни жандармы оставалась лишь одна мысль бегом домой не жди ты совершил ужасное нечто ужасное беги каждый пролетавший под моими ногами метр давался мне вдвое легче а то и втрое пролетев несколько километров за десять минут я оказался дома зашел в комнату и только после этого понял что же я натворил руки дрожали по всему телу разбегался холодный пот я чувствовал как вина и страх выжигали из меня все что было чувствовал как на грудь упал огромный валун то что какой бы он не был сильный я бы не смог его сдвинуть каждую секунду я думал вот-вот придут полицейские схватят меня за шкирку и упекут и уж там-то я наслажусь жизнью уж там-то закончатся все мои светлые дни все те люди что были в тот страшный момент около проклятой урны погибли от моих рук дети мужья жены братья сестры старики и животные все это все я как же я не хотел чтобы это было правдой как же я надеялся что сейчас подойдут люди и скажут что все это шутка не по-настоящему фальшивка никогда до этого момента мне не хотелось умереть больше чем сейчас и дело не в том что мне дали такое задание не в том что мой босс оказался полным психопатом и маньяком а в том что я сам пришел к нему я сам отдался в руки убийцам что заставляли меня сделать это и только я виноват в том что сделал теперь я стал таким же как они а может даже и хуже хотя что может быть хуже того чтобы отнять одну жизнь а скорее всего несколько жизней на которые я не имел никакого морального права часть 8 стоит ли ждать после раздумий я решил что дальше тянуть некуда только после пропасть и я знал что все жертвы что произошли от моих рук останутся на ниже до скончания времен и вот я сижу один в своей квартире ожидая того как меня повяжут думая о том как же дальше жить таким грузом если бы я только знал какие будут последствия от моих решений если бы я только знал после нескольких часов раздумий я решил что дальше уже идти некуда тут моя история заканчивается я поставил стул около окна открыл створку и встал на подоконник думая все закончится и если существует рай или ад то в первый мне проход заказан и не достоин больше коптить это ясное общее небо и взглянув в последний раз на чистое девственно одинокое небо без облаков так и останусь один я так и останусь и уйду один без облаков постояв пару минут я двинулся вперед сделав шаг я услышал стой дурак с этими словами отец скинул меня с подоконника на пол он ударил меня по лицу тряс руками и говорил что ты удумал воландай ты думаешь все этим закончится думаешь спер мою двадцатку и испугавшись то что я узнаю решил спрыгнуть думал этим все закончится нет ты не будешь отрабатывать каждый цент который ты у меня украл с этими словами он бил меня не знаю почему он так подумал что я у него украл мне было плевать на это но с каждым ударом мне становилось все легче и легче с каждым пинком мне приходилось понимание того что даже такой конченый алкаш как мой отец который навел на свою семью такую большую беду из-за своих пороков нашел в себе силы жить пусть не ради семьи так ради горючки после избиения я понял что какой бы ни был поступок каждый человек может остаться жить после него что он натворил понял что абсолютного добра или зла нет только боли страдания среди них ужасных дней будут и другие которые будут много хуже чем предыдущие так что же я слабее своего отца или других людей которые много хуже его только ты сам решаешь где заканчивается твой путь только ты сам решаешь когда тебе остановиться спустя полдня после того как я получил на орехи от своего папаши и отлежавшись я побрел к своему боссу получать награду за свою работу глава 9 честь и смелость каждый день вставая с кровати задавай себе вопрос для чего я живу для чего мне жить дальше после того как ты ответишь на этот вопрос все в твоей жизни станет более ясным и спокойным каждая деталь твоего существования будет иметь смысл так и я уже по пути в офис задал себе именно этот вопрос размышляя над тем что мне предстоит в дальнейшем я прошел путь дальше двери в которую мне надо было дойти к слову это было не зря потому что я услышал следующий диалог а он не промах сделал все как надо и не навел синих на нас по голосу это был явно не анжела значит это был либо джимми либо кто-то другой а как ты думаешь если у тебя пистолет у виска и вся твоя семья у тебя на мушке ты бы стал бежать и попросил бы его помощи у синих вот именно каждое его действие было спланировано и он попросту не смог бы сделать лишних движений запомни главное если у тебя есть дорогие тебе люди значит тебе есть чего бояться он затянулся сигареты и продолжил в данном случае именно этот козырь сыграл мне на руку и при этом у меня были личные счеты к этому парнишке так или иначе он сделал свою работу и сделал на отлично пьюсь об заклад что ни ты ни другие дуболомы работающие на меня не смогли бы пройти по ирландскому кварталу незамеченным при этом он отлично сливался с толпой так что его было трудно заметить согласен они слишком большие чтобы быть тихими да и ирландцы не дураки именно понимаешь сейчас такое время что на простого еврейского парнишку внимание обратят куда меньше чем на итальянского дуболома вроде тебя но все это привело к тому что ирландцы остались без своего главаря что значит их теперь легко будет размазать по полу как каплю джема да уж я знал что анжела хитер и коварен но при всем этом он весьма безрассуден я бы на его месте не нанимал бы первого встречного паренька пришедшего в мой офис но как известно у кого деньги у того и власть и как стало понятно из событий описанных ранее власть едва ли была у меня я не стал долго задержаться у окна и быстрым шагом направился к двери в офис открыв дверь я сразу же увидел нового охранника сидящего в двери добрый день я к мистеру анжело тихо сказал я чтобы не злить итальянца к слову новый охранник оказался куда меньше своих товарищей и едва ли выше меня на нем не было кобуры лишь два ножа на поясе он был лысый и вся его плешь блистала как только что отполированный капот форта брови были такими густыми как две гусеницы только шерстяными под ними были маленькие злые глазки нос был крючком а подбородок был острым таким острым что им можно было бы резать бумагу одним словом симпатий к нему у меня не возникало шагай наверх тебя там уже ждут грозно но четко проговорил мой новый знакомый поднимаясь по лестнице ко мне пришла мысль о том что я зря пришел опять в это заполученное место что меня уже ждет например страх угрозы насилие ну и конечно мои заслуженные три тысячи которые мне нужно будет отдать уже завтра открыв старую скрипучую дверь первое что я увидел это анжела сидящая на своем кресле и покурившего сигару а вот наконец-то и ты ничего что я зову тебя ник не ожидая ответа он продолжил пришел отчитаться о задании можешь не утруждаться я уже обо всем узнал вчера из утренней сводки газеты а ты оказывается не промах хвалю он говорил так медленно и вальяжно что мне казалось он думает что я не убил нескольких человек а сделал бисквитный торт но скажи мне одно каково это было осознать что ты убийца каково было знать что ты натворил бьюсь об заклад и даже представить не мог что лежало в том свертке наверное ты подумал что там контрабанда или наркотики ох как бы я хотел увидеть твое лицо когда ты узнал о том что ты натворил с ехидной улыбкой и злорастом он говорил мне в лицо о том что я дурак да я и сам это понимал но что махать руками после драки сэр я пришел за своими деньгами которые вы мне обещали за мою работу какими деньгами я ничего не обещал я говорил лишь о том что мы поговорим о твоей проблеме и больше ничего к тому же ты отдал свой долг который ты сам не зная того взял у меня можешь идти домой ты чист перед нами со зловещей улыбкой сказал мне Анжела в этот момент земля начала уходить под моими ногами я понял что все что я сделал было напрасно все те жертвы на которые я пошел оказались пустышкой так или иначе все пошло прахом а ты уже надеялся что я тебе заплачу нет жизнь не коробка конфет взяв одну из которой ты будешь знать с каким она вкусом со вкусом дерьма она будет не иначе но я понимаю что на то что ты пошел ради этих денег это был смелый поступок еще смелее оказалось то что ты пришел ко мне снова зная на то что я способен я считаю что смелость должна вознаграждаться он затянувшись сигарой выпил из бокала виски и продолжил во вторую мировую я сражался на стороне американцев и спас несколько своих товарищей одним из них был в то время сын дона карла гамбина ныне дон сержио гамбина пронеся его несколько километров на своей спине я оказался ранен в бок и уже в лазарете дон сержио пообещал мне в семье место будет в награду за мой поступок после этого я ценю прежде всего смелость но больше я ценю честь и у меня она есть если захочешь еще поработать приходи мои двери всегда открыты для тебя за деньги не волнуйся я уже погасил твой долг вот возьми с этими словами он отдал мне сверток открыл его я увидел деньги которые никак не ожидал там увидеть но анжела я просил только три тысячи недумевая от поступка босса сказал я я знаю но как я и сказал смелость и честь должны быть вознаграждены все ступай с этими словами он выпроводил меня за дверь и я простоял так пару минут держа в руках сверток и понимая что анжела хоть и бандит но также он человек и честь часть десять долг выйдя от босса я понимал что наконец-то все закончилось что весь этот путь который я прошел оказался не напрасным что каждый шаг имел смысл теперь ни у меня ни у отца с матерью не будет проблем с этими чертовыми деньгами к тому же я еще и немало заработал теперь отец с матерью будут лучше себя чувствовать и надеюсь что папа все-таки бросит бутылку куда подальше и вернется в семью всю дорогу мой мир снова наполнялся красками мне снова хотелось жить каждый кирпич каждого дома кошки люди облака все на этом свете уходило от серого цвета я уже ждал как я порадую родителей своей новостью как все изменится и череда неудач наконец-то прекратится быстро проскочив пять этажей я открыл входную дверь и зашел в комнату к родителям зайдя в комнату я увидел ее окна но что-то меня насторажило что-то было не так я подошел к ней сзади сказал мам все у нас больше нет долгов все отцовские я погасил да еще и заработал теперь у нас есть деньги на жизнь теперь-то у нас все наладится сынок у нас больше нет пап повернувшись ко мне она обняла меня и я увидел как по любимому родному лицу скатывались слезы падая и выкатываясь мне в сердце услышал ее души раздирающий плач что 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 случилось мам где отец спросил я звенящим от тревоги голосом я не хотел верить в то что я не ожидал такого черт зачем тогда я пошел весь этот путь зачем я его прошел утром его схватил удар врачи не успели его спасти они сказали что все что произошло это результат действия алкоголя они не успели понимаешь они не успели с этими словами она еще сильнее разрыдалась у меня на плече и до меня наконец дошло что все что сказал анжела оказалось правдой и жизнь это не коробка конфет это только решение которое рано или поздно придется всем оплатить конец первой части а сейчас бонусы от автор а всем еще раз супер большой привет я выпустил эту аудиокнигу точнее первую главу из-за того что мне давно хотелось написать что-нибудь крутое ты знаешь что-то не похожее на другие вещи конечно сейчас я вижу что произошло в первой главе а в данной главе обычно либо человек ломается либо человек становится супер сильным а здесь мне немножечко захотелось захотелось сделать ну что-то любое так скажем потому что я не верю что если человек скажем попадается в жизненные трудности особенно когда связывается с бандотой я не думаю что он чистым так и останется это большущая большущая редкость но мне понравились мысли главного героя о том что неужели если мой отец такой алкаш пропитый и он ничего не может то я из-за каких-то таких вещей должен умереть или покончить жизнь самоубийством да это неоднозначная ситуация все-таки главный герой по сути убил очень-очень много людей на самом деле то есть в принципе убийство одного человека это неприемлемая вещь а мы говорим о том что он убил нескольких вот и хочется сказать что блин идея мне очень нравится честно я кайфую от того что я пишу я кайфую от того что я читаю я кайфую от того что я пишу не только текст имеется ввиду но еще и аудиотреки то есть аудиокниги подкасты и мне очень нравится эта вещь на самом деле пока на самом деле аудитория еще и небольшая но я пишу это для тех кто хочет слушать я не пишу это для того чтобы сказать вот на слушай безотказно без каких-то отмазок но нас лучше нет мне приятно на самом деле главный герой говнюк честно главный герой говнюк что у него возникли такие мысли по сути он должен был не знаю такой знаешь вымазанной чистой реальности он должен был быть типа пошел бы в монастырь или стал бы супергероем поэтому человеком пауком там абсолютно не важно вот а тут он как бы сказал я буду жить дальше и хрен что мне кто сделает ну типа он мразь он мразь на самом деле потому что он убил людей он убил он пошел на этот путь из-за корысти то есть понятное дело что у него семья была подвержена опасности но типа тем не менее он же все равно убил много человек на самом деле он дурак полнейший ну молодой парень чего с него взять то молодой парень мы все даем скидку конечно на возраст но вот тут он козел редкостный козел и мне нравится мне нравится этот персонаж потому что во первых он поляк неизвестного происхождения ну точнее происхождение то мы знаем откуда он из Нидерландов но живет в Америке и его все принимают за евреи это все намешивается что получается картина как если вы знаете такого персонажа в Марвел комиксах есть Росомаха он на самом деле живет в Америке да само собой но он канадец а сыграл Росомаху Хью Джекман он вообще австралиец и вот тоже примерно такая же солянка получается и с главным героем мать у него интересная женщина я скажу что она типа такая ну ничего я поддержу отца то есть она скромная женщина она поддерживает мужа она никогда не орала на него понятное дело что исходя даже из малейших фрагментов текста это все видно вот и это по моему очень стандартный человек то есть я слушаю мужа он головный но я не буду сидеть и смотреть как его жизнь рушится отец отца честно нельзя называть конечной мразью или козлом или уродом потому что ну да он запил он проиграл очень много денег которые он возместил его сын уже иногда такое случается что дети расплачиваются за ошибки родителей ну типа вот как сейчас даже если взять ситуацию в мире то дети будут расплачиваться за ошибки людей их родителей дядь тетя там неважно старшего поколения имеют вот и однозначно нельзя сказать что отец козел отец урод или что-то подобное отец безусловно мудак отец мудак он мог держать себя в руках он мог поддерживать семью он мог дальше зарабатывать но он в конечном итоге спился пока у меня по предположению мы все-таки говорим о первой главе я не могу раскрывать все карты дальше потому что 2 и 3 глава будет конечно с обсуждениями также конечными я запишу сначала в виде подкастов потом в виде соответственно и видеоролика без моего лица но в виде видеоролика и получается так что мне кажется что кто-то кто-то подначивает ну подначивал точнее отца главного героя потому что ну блин мужик все-таки приходил он старался вроде бы все нормально было и там хлоп новая жизнь понятное дело новая жизнь могла сломать но могло быть и другое типа то что не новая жизнь сломала а конкретно сломала кто-то кто-то его под начал и я предполагаю что вот такая такая какая-то мразь существовал тоже слишком много слова мразь в этом подкасте конечно это видео подкаст тем более видео аудио подкастом с моего лица здесь нет вот так и друзья конечно же конечно же рекомендую сейчас посмотрите на спотифай он может пропадать но на анкоре сто процентов будут всегда выпуски также будут выпуски на яндекс музыки по моему яндекс подкасты есть такая вещь и соответственно в ю тубе ну тут уж посмотрим закроет закроет нет нет значит это все все равно будет в телеграме все равно это все будет в телеграме так что можно не беспокоиться так и пока есть возможность подписываемся на ресурсы читаем слушаем смотрим telegram youtube инстаграм уже заблокирован на тот момент когда я пишу этот подкаст инстаграм нам не нужен школа системного мышления жж все эти ресурсы будут пополняться еженедельно а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!